Одесская область ходит в тройку регионов с самой высокой заболеваемостью кори в Украине. Зарегистрировано более 700 больных по всей области, около 400 в Одессе. Корь – это достаточно серьезное вирусное инфекционное заболевание, при котором поражаются практически все органы и системы. В том числе, корь опасна тем, что она поражает центральную нервную систему, а также приводит к нарушениям иммунитета в виде выраженного иммунодефицита, посткоревого так называемого. Нужно знать, контактен ли ребенок по коре или нет, и быть готовым к тому, что если ребенок посещает детские коллективы, посещает какие-то праздники, там где есть тесное общение с другими детьми, то возможность заразиться корю достаточно высока. Также стоит знать, что коря является одной из самых заразных детских инфекций. Заразность кори составляет 100%. То есть, если болеет человек на первом этаже пятиэтажного дома, то заразиться могут все люди по этой лестничной клетке с первого по пятый этаж во всех квартирах. Вот существует даже такое положение. Вакцинация от кори дает достаточно стойкий и мощный иммунитет. Но есть люди, которые просто генетически невосприимчивы к коре. Такое тоже бывает. Как же все-таки подумать о коре, заподозрить ее, и почему ее все-таки надо бояться? Если ребенок посещает детские коллективы, нужно понимать, что у него есть большая возможность заразиться корью. Причем корь заразна уже в последние дни катарального так называемого периода, когда еще нет кожных проявлений, когда мы еще не знаем, болен ребенок корью или нет. Мало того, при коре катаральный период достаточно такой стертый. Может не быть обильного слезотечения, может не быть явных проявлений ренита, кашля и так далее. Корь может проявляться просто общей слабостью ребенка. Слабостью, вялостью и так далее. Для кори очень характерная сыпь. Высыпания при коре начинаются от лица и головы и очень быстро распространяются. Буквально в течение нескольких часов распространяются вниз до нижних конечностей, вплоть до пальцев ног. Причем интересно, что если на ребенка посмотреть, то можно заметить, что сыпь есть и на ладошках, и на подошвах в том числе. Ребенок может не переносить яркий свет и смену освещенности помещения. И зачастую при коре это может даже вызывать нарушение сознания в виде бреда, судорог и так далее. Корь может характеризоваться развитием нарушений центральной нервной системы в виде коревого энцефалита, коревого менингита. Это очень тяжелое поражение головного мозга и оболочек головного мозга. Корь может проявляться коклюшеподобным кашлем, может проявляться картиной острых, как врачи говорят, острый живот, то есть острых болей в животе, может сопровождаться рвотой, разжиженным стулом. Почему? Потому что то, что мы видим на коже, вот эти высыпания, коревые проявления, при коре поражаются практически все слизистые оболочки. Поэтому это такое достаточно тяжелое заболевание с высокой температурой и очень-очень многогранными проявлениями. После кори наступает период, ну мы это говорим, провала иммунитета. То есть корь характеризуется достаточно серьезным посткоревым иммунодефицитом, при котором может присоединиться уже вторичная, не коревая инфекция. С развитием вторичного воспаления легких, вторичного воспаления почек, которые очень тяжело протекают на фоне поломанного, временно, но поломанного иммунитета. Мы знаем, что наш организм это, в общем-то, такая система самодостаточная, которая достаточно быстро адаптируется и справляется с переменной ситуацией. К чему приводят вирусные заболевания? Они приводят как раз к тому, что нарушают функцию одной из самых важных систем, а именно иммунной системы. Почему мы боимся гриппа? Почему мы боимся других вирусных заболеваний? Сами по себе эти заболевания для организма, ну, они, конечно, тяжелы, но, в общем-то, организм здоровый с ними справляется. Но именно они приводят к тому, что после этого заболевания возникает так называемый провал иммунитета, когда возможно присоединение других серьезных ситуаций. Нужно помнить, что все детские инфекции имеют такую обязательную этапность самого заболевания. Это первое, продрамальный период, когда еще нету никаких проявлений самого заболевания, длится он по-разному. Для кори он длится от 7 до 14, в редких случаях до 21 дня. Затем катаральный период, то есть период, когда нету специфических проявлений заболевания, а есть общее проявление, характерное для любой инфекции. Почему называется катаральный? Потому что проявляется, как любое другое заболевание. Это могут быть выделения из носа, из глаз, кашель, повышение температуры, то есть совершенно такие неспецифические симптомы. Как обезопасить себя? Первое и самое важное – это вакцинация. Вакцинация от кори предусмотрена планом вакцинации. Вакцина от кори стоит в плане вакцинации наших детей, поэтому дети вакцинированные, они не гарантированы от заболевания кори, но корь у них протекает в ослабленной, так называемой медицинским термином, митигированной форме. То есть это гораздо легче переносится ребенком, но при этом он приобретает пожизненный иммунитет. Хочу обратить ваше внимание на то, что нет лекарств, которые вы можете дать своему ребенку или принять сами для профилактики развития инфекций. Профилактикой развития инфекций является только вакцинация. Профилактикой является здоровый образ жизни, здоровый ребенок, вакцинация, а также личная гигиена и гигиена помещений, в которые вы находитесь. Не болейте, дорогие одесситы, и до новых встреч. Помните, что это знание, знание ценой в жизни.